МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вас поздравляю со вторым штабом. Первый, я так понимаю, находится в парке культуры, спорта и отдыха. Второй теперь в библиотеке номер один. Почему именно там? Спасибо за поздравление. Да, действительно, второй штаб находится в библиотеке один. Но вот все мы знаем, одинцовцы, что все-таки это место является местом притяжения для любознательных, активных жителей нашего округа. И, кроме того, это место отвечает всем требованиям, которые нам необходимы для организации такого штаба, скажем так, такого места, занятия, клуба, активной долголетии. Поэтому, в общем, в итоге и был выбран данный объект, библиотека номер один. Но объект не просто выбрали, но одним еще и поработали. Я так понимаю, что там сделали зоны. Расскажите, пожалуйста, что там находится? Да, конечно, вы правы. Фактически мы зашли на территорию библиотеки, но нам любезно были предоставлены несколько помещений. И теперь они оформлены в соответствии, скажем, с брендбуком, который у нас утвержден в рамках проекта активного долголетия. Это очень достойно, очень красиво, элегантно. Плюс мы постарались сделать эти зоны не только внешне красивые, но еще и функциональные. И добавили немножко вот такой эстетики. Поставили цветочки, мы поставили диваны мягкие, чтобы наши посетители, наши участники клуба активного долголетия могли с комфортным разместиться, отдохнуть. Мы оборудовали хорошую раздевалку с индивидуальными шкафчиками, опять же, с диванчиками, с ковриками, небольшими такими элементами депора. По-домашнему, уютно. Да, да, чтобы человек, приходя, он себя чувствовал действительно как дома. Ведь, ну, куда ты приходишь, хочется получать комфорт и удовольствие, тем более людям старшего поколения. Чудесное место библиотеков, в которой, возможно, еще проведение каких-то лекториев, просмотр кинофильмов тематических. Это тоже любезно нам предоставлено, тоже эти места забрендированы. И еще одно замечательное место – это для мастерская, для рукоделия, для различного творчества. Ну, похвастаюсь, туда мы купили прям, скажу так, суперский шкаф, который трансформер, раскрывается, весь наполнен нитками, иголками, материалами. Он места много не занимает, но когда он раскрывается, наши женщины, наши бабушки, они в восторге от того, сколько всего и сколько еще предстоит сделать своими руками. Но я так понимаю, что там еще и спорт. Да, безусловно. Самый большой зал, который предоставлен под как раз активности, активности активного долголетия, это вот этот зал, в котором раньше была робототехника, но сейчас вот он предоставлен нам. В этом зале чудесно оборудованном стоят и тренажеры для кардиозанятий, и различный инвентарь для проведения йоги, лечебной физкультуры, пилатеса и много всего другого. Мы для комфорта поставили кулер. Ну, не просто кулер с холодной водой, подумали тоже о неком комфорте. Это есть еще там приспособление, где можно заварить чай, сделать там, попить чай, посидеть, пообщаться. Опять после занятий, опять в такой домашней, комфортной атмосфере. А вот насколько, ну, как сейчас модно говорить, эта локация популярна у участников проекта? Ну, не весьма. Вообще, люди старшего возраста, как выяснилось, достаточно неравнодушны и очень активны. И еще надо нашей молодежи поучиться, у наших бабушек и дедушек. Это точно. Да, такой социальной активности. Но в связи с тем, что это место, как мы говорим, на Молино, библиотека номер один и известно, и тем более мы так хорошо проговорили об этом, и средства массовой информации, спасибо вам о том, что вот есть такое место. Люди приходят. Приходят каждый день, очень много интересуются, записываются. Поэтому место очень востребовано и популярно. А вот как-то по наполняемости штаб на Лазутинке и штаб в первой библиотеке отличаются сильно друг от друга? Не очень. Объясню почему. Потому что единственное, наверное, наше отличие – это наличие просто в парке культуры, спорта, отдыха, Лазутинки, как раз возможности трасс пешеходных и занятия скандинавской ходьбой, зимой лыжами. Возможности летом, сейчас тоже прорабатываем вопрос, поорганизовать для старшего поколения возможность кататься на велосипедах. У нас, конечно, по нашему адресу, понимая, что мы находимся в центре города, нет вот такой настолько доступной возможности. Поэтому вот именно вот как раз вот этим спортивным направлением на улице мы от них отличаемся. А так ребята предоставляют услуги и, ну, как я уже говорил, и скандинавская ходьба, и творчество. И они рисуют, красивые рисунки на мольбертах. Они занимаются зумбой, различными тоже видами там танцев. Ну, замечательно. Вот, кстати, сегодня пройдет у них что, где, когда второй этап. Поэтому тоже очень интересное и замечательное занятие. Занятие очень разноплановое. В первой библиотеке, насколько я знаю, есть еще занятие по вокалу. Вот чтобы присоединиться, нужно обладать какими-то данными, может быть, какой-то отбор пройти или всех желающих рада принять? Да нет. Отбора как такового нет. Нет, действительно, можно приходить записываться, и вас будут слушать, там, скажем, терпеть и учить всему. Вот недалее, как вчера, у нас прошел первый такой творческий литературный кружок, на котором была предоставлена возможность человеку, абсолютно вот занимающемуся совсем другим делом, но который вот душой болеет, который пишет стихи о родине, пишет детские стихи. И мы как раз пригласили мэтров наших различных общества литературных, как раз посидеть, поговорить, пообщаться о наших перспективах, почитать стихи и дать возможность молодому человеку выступить. И люди аплодировали, хлопали и приглашали к себе, приходили, говорят, мы тебе еще и научим, как это сделать еще лучше. Поэтому нет, приходят все желающие, неважно, какие у тебя до этого были навыки, мы их ждем всех. Активности очень много в рамках вот этого проекта, и спорт, и рисование, и вязание, и рукоделие, и вокал, и вот обо всем мы почти с вами поговорили. А что пользуются наибольшим спросом? Все-таки посидеть больше любят или подвигаться? Вот так, чтобы сказать, там, 70% идет направо, там, 30% занимаются. Такого нет. Нет, да, потому что требовано все. Конечно, и активности. Очень популярна йога, суставная гимнастика, программа у нас «Здоровая спина». Ну, это не только, в общем, полезные направления, не только полезные они для людей старшего поколения, они, наверное, уже, да и с детского возраста некоторым уже показаны. Поэтому, конечно, и эти вещи, эти направления не вастреваны. Ну, а что говорить о рукоделии, когда есть возможность заняться и сделать что-то из папье-маше, заняться художной росписью, повышевать, повязать, ну, вот нет такого, от чего бы можно было сказать, вот именно вот сюда народ идет больше. Конечно, очень востребовано занятие в плавательном бассейне. Но это, как всегда, во все времена, нет такой возможности, потому что занимаются еще и там и спортом, еще и детские спортивные школы, профессиональные спортсмены. Но надо сказать спасибо комитету физической культуре спорта о том, что они всегда тоже к нам идут на встречу, находят возможности, и наши люди, наши долголеты занимаются и в плавательных бассейнах тоже. И мы с вами не сказали, а еще одной такой возможности, шикарной, которая зовет, на самом деле, все молодые, это экскурсия. Это правда. Это правда. И это действительно очень востребовано. Раз в неделю проходят экскурсии. Мы выезжаем с активным нашим долголетием, со старшим поколением по разным территориям, областей. И я посещал вместе, на одной поездке был в Больших Веземах, в доме из Пушкина. Я сам был в восторге от проведенных экскурсий, от тех впечатлений и от того отношения вот именно людей, экскурсоводов, которым они встречают, как они располагают к себе людей старшего поколения. А сами наши, как раз посетители, сами наши участники клуба, в восторге тоже, потому что им тоже нравится, много нового эмоций. Люди же всю жизнь на производстве, дома. Работали, да, потом отдохни. Еще что-то, да, потом. И вот оно наступило потом, когда они могут заниматься собой, могут заниматься экскурсиями, здоровьем, рукоделием. Мне кажется, это счастливое время. Очень хочется, чтобы и у нас такое счастливое время настало, и проект «Активное долголетие» тоже был. Занятий очень много, всяких разных направлений, и темы. А вот просят ли что-нибудь добавить? Может быть, чего-то все-таки не хватает? Мы тоже очень часто говорили про компьютерную грамотность, про занятия иностранными языками. Тоже было очень для меня, наверное, удивительно, когда вот нам нужны иностранные языки. Я говорю, ну, хорошо, а вот в чем такая необходимость, что прямо это люди так вот настойчиво говорили? Они говорят, мы хотим, чтобы наши мозги работали. Правильно. Ну, даже как здорово. Но с учетом того, что сейчас мы уже как бы к весне, а у нас наши бабушки, дедушки к концу мая все уезжают за город, перебираются на дачи, не очень логично вводить эти направления, потому что это плановая комплексная работа, которая должна быть рассчитана на большой промежуток времени. Поэтому здесь мы взяли небольшую паузу, сейчас подбираем такие программы, где было бы понятно и удобно старшему поколению. Это что касается вот иностранных языков. Смотрим сейчас, что больше востребовано. Но востребован английский язык. Это, наверное, стандартная такая вещь. Хотя, наверное, географию экскурсии расширить немножко. Да, возможно. Будем над этим работать. Ну и, конечно, компьютерная грамотность. Но хотелось это не заузить, это не просто включил, напечатал несколько букв, а все-таки иметь возможность выходить людям в социальные сети, работать с этими социальными сетями, работать с ганжетами, с телефонами, с планшетами, потому что сейчас вся жизнь уже. Вся там. И даже возможность записаться в клуб активное долголетие, можно получить ее и сделать это все в телефоне. И дальше отслеживать, выкладывать какие-то посты в Инстаграм. А, ну, у людей же, конечно, это одноклассники, это старшее поколение, это их сеть, вот там где-то обмениваться мнениями и рассказы, получать нам обратную связь. Поэтому это в процессе. И еще одно немаловажное направление, которое мы сейчас тоже активно слышим, это танцы. Зумбы мало. Зумбы мало, да. Хотелось бы больше классических танцев, чтобы можно было в парах танцевать, общаться. А дедушек-то на всех хватит. А вот вы как раз подняли такую животрепещую, очень острую тему для нас, потому что, конечно, бабушки, они очень активные, они у нас везде. Для того, чтобы старшее поколение мужчин пригласить, это надо что-то нам уже придумывать, там, какие-то, вот, с чем-то их заинтересовать. Потому что вытащить их из квартиры, там, пусть там с дивана, это сложно. Они более консервативны. Они более консервативны, да, им надо вот как-то какое-то заинтересовываться. Раскрою небольшой секрет. Мы тоже ездили на экскурсию, общались. И сейчас прорабатываем вопрос тоже для мужчин. Это возможность, ну, может быть, нерегулярно, но начнем с фестиваля рыбалки. Сюда подтянутся. Да, 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 все это, в сути, для мужчин это более понятно, интересно. И вот это, мы обязательно проведем такой фестиваль, а потом посмотрим, как мы сможем это сделать. Там, да, главное, выманить, а потом можно и на танцы переключить. А потом уже, да, потихонечку их вовлечь уже в другое. Но мы, пользуясь вот такой возможностью, предоставленной нам такими помещениями, мы как раз и у нас проходил мероприятие, посвященное, скажем, Дню всех влюбленных, да. Мы собрали тоже аудиторию, это возможность тоже людям встречаться. Это тоже у нас первая такая была наша встреча, где мы посидели, поговорили, познакомились, попили чай, почитали стихи, попили песни, устроили концерт. А почему бы подумали не сделать это у нас на регулярной основе? Ведь люди встречаются и соединяются не только в молодом возрасте. Очень много случаев, когда люди старшего поколения объединяются. И мы подумали, почему бы нет, и почему бы не попробовать это направление? И вот первый шаг мы уже к этому сделали. Возможно, мужчина это все-таки тоже подтянет в наши ряды, да, растормошит. Иван Александрович, ну сейчас, может быть, многие подумали, что активно долголетие – это только город Одинцов. На самом деле, насколько я знаю, занятия проходят во всех территориальных управлениях, в домах культуры, да, в каких-то учреждениях. Вот расскажите, пожалуйста. Да, действительно, это не только город Одинцово. Это берем широко, это Одинцовский городской округ. Это наша задача, чтобы во всех территориях, во всех объектах физической культуры, учреждений культуры, частных учреждений, и они, некоторые идут к нам на встречу, проводились как раз занятия для активного долголетия. И они проводятся. Сейчас на территории округа в более 50 местах занятий как раз проводятся в рамках активного долголетия, уже мероприятия. И это не конечная, не предельная цифра. Наша задача все-таки сделать места занятий для пенсионеров, так говорится, в шаговой доступности. Ну, не гоже, наверное, бабушке, дедушке садиться на автобусы куда-то очень далеко ехать. Это не очень комфортно. Ну, да, каждому, наверное, это было бы не очень комфортно. Не только старшему поколению. Да, поэтому сейчас встречаемся, прорабатываем эти все вопросы, получаем обратную связь, слышим, что они хотят и где. И вот работа в этом направлении ведется, но этим охвачен будет весь округ. И создание, вот как мы говорим, второго штаба активного долголетия, это еще не финал. Это только начало. Это только начало, да. И мы тоже просим некоторое там терпение проявить. Все будет. Мы обещаем, что вот такие клубы будут появляться во всех территориях, максимально комфортные, доступные и удобные. Иван Александрович, давайте напомним, кто может стать участником проекта «Активное долголетие» и что для этого нужно сделать? Нужно немного на самом-то деле. А вообще участники программы «Активное долголетие» – это люди старшего поколения, женщины 55+, мужчины 60+. Надо прийти в органы социальной защиты, либо в места занятий, заполнить заявление, сделать скан паспорта первой страницы и страницы с пропиской. Все предоставить, вас вносят в программу, и вы как член клуба «Активное долголетие» получаете бесплатно, подчеркиваю, что это бесплатно, услуги, занятия. И пользуйтесь различными возможностями как раз в рамках проекта клуба «Активное долголетие». Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, дорогие зрители. Если вы женщины старше 55 лет или мужчины старше 60, не сидите дома, становитесь участником проекта губернатора «Активное долголетие». Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.